Модуль интеграции системы PRKS20 с видеоподсистемой Trossir предназначен для расширения функциональных возможностей системы PRKS20 за счет использования ресурсов видеоподсистемы Trossir. Модуль не требует отдельной установки и устанавливается автоматически вместе с базовым программным обеспечением PRKS20. Интеграция системы PRKS20 с видеоподсистемой Trossir позволяет 1. Использовать систему автоматического распознавания автомобильных номеров AutoTrossir для применения номеров в качестве идентификаторов 2. Использовать камеры видеоподсистемы Trossir в качестве камер SCUD или при организации точек верификации 3. Управлять камерами системы Trossir в режиме онлайн 3. Использовать при создании реакции на события в ресурсах системы PRKS20 4. Просматривать живое видео с камер видеоподсистемы Trossir в режиме онлайн контроля над объектом в разделе «Центральный пост» системы PRKS20 5. Рассмотрим установку модуля 5. Скачайте последнюю актуальную версию программного обеспечения Trossir Server 6. Установите программное обеспечение и произведите его дальнейшую настройку следуя инструкции доступной на сайте. Для корректной работы модуля интеграции необходимо создать или отредактировать учетную запись пользователя в меню «Настройки сервера» «Пользователи». Выберите «Пользователи» и в правом верхнем углу укажите для него пароль, а также поставьте галочку «Разрешить подключение с мобильного из браузера». Дополнительно на вкладке «Веб сервер» укажите пароль к «СДК». Для работы соединения PRKS20 и Trossir на компьютере с программным обеспечением Trossir Server должен быть свободен порт 8080. Далее запустите консоль управления PRKS20 и откройте раздел «Конфигуратор». На панели инструментов раздела нажмите кнопку «Добавить новое устройство». В нижней части рабочей области введите IP-адрес сервера Trossir, затем нажмите «Добавить». Для завершения поиска в открывшемся окне нажмите кнопку «Ок». В списке объектов системы появится видео под система Trossir. Теперь введите пароль в полях, пароль пользователя и пароль SDK. Передайте настройки в аппаратуру. Теперь для выгрузки IP-видео устройств и видеоканалов Trossir нажмите кнопку «Обновить конфигурацию», расположенную на панели инструментов раздела. После выгрузки всех устройств передайте настройки в аппаратуру. Все основные параметры видеоподсистемы Trossir и ее ресурсов отображаются на вкладке «Параметры». В программном обеспечении PRKS20 можно изменить только название, логин и пароль видеоподсистемы. Все остальные настройки можно изменить только в Trossir. Рассмотрим функции модуля «Автотрассир». Этот модуль в составе программного обеспечения Trossir позволяет автоматически распознавать номера государственных регистрационных знаков транспортных средств, попадающих в поле зрения камер видеонаблюдения. Модуль используется для контроля въезда-выезда автотранспорта на территорию предприятий, парковок, пропускных пунктов. Также может применяться службами автоинспекции. Для работы с распознаванием номеров транспортных средств сотрудников или посетителей необходимо наличие активированных модулей SM01 – базовое программное обеспечение, SM01 – администратор, SM03 – бюро пропусков, SM20 – модуль интеграции с видеоподсистемой Trossir и SM17 – автотранспортная проходная. Также необходимо наличие контроллеров PERCO CT13, встроенный контроллер электронный проходной и PERCO CTL14. Для работы распознавания номеров в веб-интерфейсе контроллера, управляющего шлагбаумом, перейдите в раздел «Конфигурация», «Редактировать», «Считыватели» и измените интерфейс связи считывателей на Trossir. Это необходимо для установки связи между сервером S20 и сервером Trossir. После этого в системе S20 откройте раздел «Конфигуратор» и выберите «Настраиваемый контроллер». Затем нажмите кнопку «Обновить конфигурацию». Информация об измененном интерфейсе считывателей выгрузится в PRCS20. На вкладке «Параметры» для ресурса контроллера «Считыватель» поле «Тип» изменит свое значение на Trossir. Заполните поля видеоподсистемы Trossir и видеоканал Trossir, выбрав нужную видеоподсистему и канал. Передайте параметры в аппаратуру. Привязка номера транспортного средства сотрудника осуществляется в разделе АТП «Транспортные средства». Выделите сотрудника и нажмите «Добавить». Заполните данные о транспортном средстве. Укажите модель, номер и тип транспортного средства. Номер транспортного средства внесите вручную. Буквы номера транспортного средства вносятся только строчными знаками латинского алфавита. Чтобы передать номер транспортного средства в контроллер, нужно открыть раздел «Доступ сотрудников» и нажать на кнопку «Передача прав доступа». Для просмотра привязанных к сотруднику номеров нажмите на иконку «Транспортное средство». Для выдачи номера служебному транспортному средству откройте раздел АТП «Транспортные средства» и перейдите на вкладку «Служебные». На панели инструментов нажмите «Добавить». Заполните данные о служебном транспортном средстве. При необходимости добавьте фотографию. Если служебное транспортное средство комплектуется прицепом, укажите его данные на вкладке «Прицеп». Далее откройте вкладку «Идентификатор». Предоставьте транспортному средству доступ на предприятие, нажав на кнопку «Выбор помещений» и отметив галочкой те зоны, куда данное транспортное средство сможет проехать. Нажмите «Сохранить». Передайте номер транспортного средства в аппаратуру с помощью кнопки «Передача прав доступа». Для регистрации номера транспортного средства посетителя откройте раздел «Доступ посетителей» и нажмите «Добавить посетителя». Укажите фамилию и имя отчества посетителя и срок действия его идентификатора. Затем откройте вкладку «Транспортное средство». Укажите для транспортного средства модель, номер и категорию. Затем на вкладке «Помещение и устройство» предоставьте доступ посетителю и нажмите «Сохранить». Для проезда с использованием распознавания номеров в правах доступа сотрудника, посетителя или служебного транспортного средства значение параметра схема идентификации должно быть установлено как карта или карта или палец. В системе PRKS-20 предусмотрена возможность использования видеоканала Tracir в качестве камеры SCUD. Камера SCUD позволяет проводить видеофиксацию событий системы контроля доступа с возможностью их последующего воспроизведения в разделе «События устройств и действия пользователей». Для этого необходимо привязать видеоканалы Tracir к ресурсам контроллеров – считывателям, исполнительным устройствам, входам, выходам. К каждому ресурсу контроллера можно привязать один или несколько видеоканалов Tracir. Для привязки выберите нужный ресурс, затем откройте вкладку «Каналы Tracir». Нажмите кнопку «Выбрать каналы Tracir». В поле «Все каналы» отображены доступные для привязки видеоканалы, а в поле «Выбранные каналы» каналы уже привязаны. В правой части окна имеется возможность просмотра изображения с выбранной камеры. Добавьте нужные видеоканалы в поле «Выбранные каналы» и нажмите кнопку «Ок». Для просмотра видео, записанного с камеры, откройте раздел «События устройств и действия пользователей». Нажмите кнопку «Получить данные» и выберите период, за который будет построен отчет по событиям. Нажмите «Ок». Выделите нужное событие в общем списке. На панели инструментов раздела выберите «Просмотр видеоархива Tracir» с помощью выпадающего списка, расположенного справа от кнопки «Просмотр видеоархива». Откроется окно «Проигрыватель Tracir» со стандартным инструментарием для просмотра кадров. Видеоархив Tracir обновляется с установленной в нем периодичностью, поэтому просмотреть видеофайл определенного события возможно только при условии, что он имеется в видеоархиве Tracir в данный момент. Рассмотрим настройку камер Tracir для работы в режиме верификации в PRKS-20. Для работы функции верификации на ARM сотрудника должен быть установлен модуль SM09 «Верификация». Процесс включения видеоканала Tracir в состав точки верификации аналогичен настройке обычных камер видеоподсистемы. Перейдите в раздел «Верификация». Нажмите «Добавить». В открывшемся окне укажите название конфигурации. На следующем шаге выберите считыватель, который будет верифицироваться, и камеру, которая будет вести запись кадров при работе с верификацией. Кадры верификации с видеоканалов Tracir сохраняются в тех же папках, что и кадры с обычных камер видеоподсистемы. При включении в состав точки верификации видеоканалам Tracir указываются те же параметры записи, что и для видеоканалов системы PRKS-20. Количество видеокадров предзаписи, количество записываемых видеокадров, частота записи видеокадров. На втором и третьем шаге выберите данные, которые будут отображаться при проходе сотрудника или посетителя. В системе PRKS-20 предусмотрена возможность создания автоматических реакций на события системы PRKS-20 и Tracir, в том числе с возможностью автоматического управления камерами видеоподсистемы Tracir. Для создания реакции на события откройте раздел «Конфигуратор» и выделите контроллер, а затем его ресурс. Возможно, источники реакций выбираются на вкладке «События». Выделив события, нажмите кнопку «Добавить реакцию на события». Далее в открывшемся окне необходимо выбрать ресурс видео подсистемы Tracir и действия «Начать запись», «Прервать запись», «Сделать скриншот». Затем нажмите «Ок» и «Сохранить» для передачи изменений в базу данных системы PRKS-20. Теперь при получении события отказ в доступе идентификатор «Палец» не зарегистрирован, выбранная камера Tracir начнет запись. Реакции системы можно также создавать и на события, возникающие на устройствах видеоподсистемы Tracir. Они создаются аналогично реакциям, рассмотренным ранее. Интеграция с видеоподсистемой Tracir позволяет осуществлять контроль над объектом в интерфейсе системы PRKS-20 посредством вывода живого видео с камер видеоподсистемы. Для этого нужно выделить иконку камеры видеоподсистемы Tracir, расположенную на мнемосхеме, в разделе «Центральный пост охраны». Для этого в разделе «Администрирование», «Помещение и мнемосхема» закрепите видеоканалы Tracir за определенным помещением. Выберите нужное помещение, затем выделите видеоканал и нажмите кнопку «Закрепить устройство за помещением». После чего закрепленные каналы Tracir отобразятся значком на схеме помещения. Использование видеоканалов Tracir на мнемосхемах в программном обеспечении системы PRKS-20 аналогично использованию обычных камер видеоподсистемы. Для отображения живого видео в разделе «Центральный пост охраны» необходимо выбрать на мнемосхеме видеоканал. Щелчком правой кнопки мыши вызовите меню и выберите пункт «Живое видео». Для просмотра изображений со всех видеоканалов Tracir, привязанных к ресурсу контроллера, вызовите меню щелчком правой кнопки мыши по значку ресурса на мнемосхеме и выберите пункт «Привязанные видеоканалы». Продолжение следует...